Спасибо. Я один из тех, который действительно инициировал на комиссии вопрос о возможности предоставления исполнительным комитетом нового проекта закона. Это было направлено на преодоление той кризисной ситуации, которая возникла в наших взаимоотношениях в связи с принятием этого закона. Но хочу всем сказать, что те решения, которые мы примели, они имеют правовые последствия и пока они существуют, как закон в первом чтении, так и постановление, никто из нас не вправе признавать их незаконными. Когда отменим, тогда они не будут существовать. Поэтому мы должны исходить из того, что примет закон в первом чтении. У нас есть постановление, коим мы определили наше видение, обозначили, какие моменты исполнительный комитет должен учесть при подготовке закона во втором чтении. И если есть возможность предоставить в первом чтении другой проект, мы согласны были идти по этому пути с отменой, конечно, вот этих предыдущих решений. Это было так сказано. Но я с разочарованием увидел, что исполком действует по принципу немытьем-таккатанием, так как в этом проекте закон о бюджете, к сожалению, те же самые скрытые дефициты 200 с лишним миллионов. При этом, что особо поражает, это то, что в нарушении постановления правительства номер 1093, 942, прошу прощения, 22 декабря 2020 года, исполком нарушил и включил на финансирование 241 вакантную единицу, которая не должна была быть включена и финансироваться. Это вот вам дополнительные миллионы леев, чтобы вы понимали. Требования постановления носят императивный характер, и ни исполкому никому не дано право нарушать эти требования. Второе. Мы же опять окажемся в правовом тупике. Даже если мы примем сейчас закон в первом чтении, во втором чтении мы его не сможем принять. Смысла нет у этого. Я не могу понять, откуда такое упорство с тем, чтобы заложить в бюджет несуществующие нереальные доходы. Закон не отвечает абсолютно принципам нереалистичности, недостоверности, элементарной правдивости. Не будет у нас этих доходов. Самое большее мы получили в прошлом году 970 с лишним миллионов леев. С учетом тех последствий социально-экономического характера, которые затронуло всю страну, мы это понимаем, что столько мы не получим доходов. И трансфертов не будет. Ну, ниоткуда брать деньги. Может быть, все-таки мы сократим доходную часть бюджета. Соответственно, у нас будет возможность сократить и расходную часть бюджета. А по мере накопления доходов, прямо в постановлении укажем, что в первом квартале, в марте месяце, в апреле, когда мы вернемся к этой теме и внесем изменения в этот закон. В противном случае мы опять окажемся в том же тупике, в котором были все это время. И ничего это нам не даст просто-напросто. Для меня принципиально имеет значение то, что исполком должен сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Я об этом говорил. На то, что не вызывает острую необходимость на этом этапе. Траты на питание и на другого рода расходы не являются очень актуальными. Поэтому, коллеги, я не решать вам. Но я, во всяком случае, вижу, что мы опять окажемся в том же правовом тупике, в котором оказались буквально недавно. Значит, исполком обратился к нам 11 февраля. Это и есть. Конечно, да, по процедуре исполком должен был отозвать свой проект закона. Но он уже был принят в первом чтении и исполком должен был обозначить это. Послушайте, речь не идет о процедурного характера моментов. Давайте мы не будем сейчас акцентировать на это внимание. Речь идет о принципах. Хотим ли мы дефицитный бюджет или бездефицитный бюджет? Хотим ли мы, чтобы в следующем году мы жили по средствам, либо накопили долги и возложили их на будущее поколение? Вот и все. А все остальное преодолимо. И поэтому я и предлагал, что в случае, если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы отменяем все решения предыдущие и рассматриваем этот проект. Это не проблема абсолютно для нас с правовой точки зрения. Спасибо. Спасибо.